Вот такой дом, он довольно здоровенный, с учетом того, что там два этажа и с учетом того, что там большой есть зрительный зал, там собираются музыканты раз в неделю, люди приезжают. Тут есть клуб, вот там, видите, написано Back Dancing Dynamite Society, Douglas Beach House, вот это такое местечко, и вот тут есть расписание, какие у них мероприятия, и надо сказать, что члены клуба там по одной цене могут присутствовать, а нечлены клуба просто должны там заплатить. Вот вы видите веб-сайт, да, backddsociety.org. Приезжайте, приходите, здесь совершенно потрясающе. Вот этот самый Douglas, это дедушка такой, он снимался у нас на канале, ну вот еще раз, сколько-то лет назад он тут у нас снимался, точнее я к нему, я тут пришел, а он сидел в зале, и мы с ним потрепались немножко. Вот мы, друзья, внутри, тут девочка даже отошла, говорит, снимай на здоровье. Так, вот тут прикольненько. Тут раньше было еще много книжек, и были пластинки, такая коллекция была, так и вот люди тут сидели, читали книжки, поменялась мебель, обновилось все. Хотя книжки вон есть, вот я вижу там, книжки все еще стоят. Это частный дом, вот этого Дугласа, Дагласа. Так, пошли наверх, я вам покажу, что там делается. Там замечательные совершенно деки, ну такие веранды, можно так сказать. Вот, и тут можно, вот кофейку мы взяли, мы могли прекрасно этот кофеек попить, и вот тут тоже, вот тут могли попить. Вот, смотрите, какое место. Никаких проблем с попиванием кофейка. Могли вот тут сесть. Смотрите как. Прикольненько. Я тут с работником поболтал, говорю, как люди сюда попадают, он говорит, вот, говорит, на веб-сайте, все билеты покупаются на веб-сайте заранее, и, значит, вот там какая-то музыка уже идет, меня не пустили внутрь, я говорю, можно глянуть, он говорит, нет. И за эти две недели, значит, у вас есть окошко для приобретения билетов, на вопрос, где люди паркуются, он так сказал, где хотят паркуются, кто же, мне говорит, где хочет, там остановись. То есть паркинга у них нету, но как-то они вот становятся. Я думаю, что, может быть, надо будет, если ходить на такой концерт, надо приезжать на несколько часов раньше, где-то парковаться, пойти покушать, может быть, там у ресторана. В ресторане есть паркинг, вот мы сейчас тут гуляем, а машину оставили на ресторанном паркинге. А вот если в ту сторону идти, то там будут хорошие, красивые тропы, такие очаровательные для того, чтобы погулять. Вот смотрите, как все прикольненько. И вот тут мы под этими флагами, можно сказать, пили свой кофеек. Вот ближайшая к нам группа возле флагштока, мы с ними поболтали. Там кроме мужика в синей кофте, значит, женщины две, они обе русскоязычные, одна из Москвы, они стартаперы. А так вообще приехали у них на год в Сан-Франциский университет по работе, и вот хотят замутить микробиологический стартап. Мы тут с ними обменялись координатами, будем дружить. То есть, не знаю, может они что-нибудь там полезное расскажут, интересное для наших зрителей. Такое ощущение, что там перерыв, вот люди выходят. Да. А вот вы видите Светлану и наших гостей. А гости второй день в США, они вот еще двух суток не прошло, как приехали. Мы с ними познакомились через нашу дочь, Аину, которая занимается стартаповскими делами. Ну и в частности, вот они, когда люди по бизнесу, они тоже делают визы Эль. Вот ребята приехали по визе Эль, и там офис, где наша дочь работает, делал им эту визу. И может быть еще что-то, я не знаю точно. Вот так мы познакомились. Очень забавная табличка, друзья, здесь. Написано, что паркинг, ну такой, зарезервированный. Что это, и да, вот вторая часть меня больше всего потрясает. Там написано, что это private residence, что это частное, частное жилье. Понимаете, вот частное жилье, в котором несколько сот человек собираются раз в неделю по воскресеньям на концерт. Вот эта вот пометка, что это частное жилье, она очаровательна совершенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова